Приветствую посетителей сайта UkrainianiPhone.com. Если в детстве вам одновременно не давали покоя Лавры Суворова и Индианы Джонса, то игра Kingdom Rush Frontiers точно для вас. Продолжение нашумевшей Tower Defense стратегии только вчера появилось в App Store, и мы решили разобраться, что же нам предлагают разработчики. С первых минут кажется, что игра не претерпела сильных изменений, всё та же знакомая карта, те же герои, тот же магазин и ровно тот же геймплей. Несмотря на новый сеттинг, поначалу казалось, что игра скорее разочарует, но как бы не так. С каждым новым уровнем игра становилась всё труднее, а интерес к прохождению рос в геометрической прогрессии. Если говорить о нововведениях, то их не так уж и много. Новые скиллы, новые умения, орды новых врагов, сеттинг и уровни. Даже добавили сюжет в виде анимированного комикса и текста. Вишенкой на торте служит дракон, который, правда, стоит 10 баксов. И на деле новые фишки можно пересчитать по пальцам, но стало ли от этого хуже играть, вот в чём вопрос. Мой ответ – нисколько. В игре реально чувствуется, что создатели любят своё детище. С каждым новым уровнем открываются новые геймплейные ситуации, которые совершенно не подходят прежние решения, которые так хорошо работали на прошлых локациях. Фронтирс не принадлежит к тем играм, в которых, расставив войска, можно спокойно наблюдать, как на экране без вашего участия образуется заварушка. На деле всё куда труднее. Требуется постоянное ваше участие. То надо перебросить героя с фланга на фланг, то быстренько построить казарму с солдатами там, где она, казалось бы, была не нужна ещё минуту назад. Прохождение одного уровня занимает от 10 до 30 минут, в зависимости от количества волны, их бывает от 8 до 15, и тут не заскучать. Сначала будет нехватка золота для постройок, потом переизбыток противников, которые то и дело просачиваются через линию обороны. В игру добавили десятки новых скиллов и ещё больше новых противников, под каждого из которых нужно придумать собственную тактику. Некоторых достанет только магия, других только стрелы, а на третьих вообще необходимо привлечь и герой, и лучников, и мага, и пушки, и иначе никак. Ни секунды отдыха и ни минуты разочарования. Что же сказать в итоге? Фронтирс напоминает качественный объёмный аддон, нежели сиквел. Примерно такой же, каким был Фроузен Трон для Warcraft 3. Стоит ли игра своих денег? Это бесспорно стоит. Она не только убивает ваше время, она топчет его, бьёт мечом, забрасывает стрелами и артиллерией. Кстати, стойкость ваших отрядов и точность ваших лучников напрямую зависит от того, подписались ли вы на наш канал. Ставьте лайки и обсуждайте игру в комментариях. Пока!